Привет, дорогой зритель! Это программа Вятка Тудэй. Как новости, только душевнее. В студии Роман Корнеев. И вот что сегодня мы для вас приготовили. На вопрос Чернышевского, что делать, пытаются ответить на улице Чернышевского. Как сделать так, чтобы она была такая же красивая, как и дома, которые здесь стоят? Очень, очень страшная история. Не пугают ли вас вот эти штыри? Своебразный астрологический прогноз. Поедят, наконец-то, студенты на этой неделе? У меня же нет. Вряд ли. Нет? Рубрика «Пристроим вместе». И очень, очень странные новости. В Кирове ожидается жара, да и вообще классная погода. На пляж завозят новые шезлонги. Начнем сегодняшнюю программу с новостей. И поскольку сегодня понедельник, новости сегодня тоже исключительно понедельничные. Такие тяжелые, невыспавшиеся, плохо выглядящие. Александр Светлик подобрал их, придумал, как их вам подать и сейчас расскажет. Новости из интернета за сегодняшний день со смешными комментариями, которые Саша расскажет стоя на белом кирпичном фоне. В параллельной вселенной тоже существует Киров, но события там происходят прямо противоположные нашим. Мы перевернули с ног на голову свежее известие и выяснили таким образом, что происходит сейчас в Кирове из параллельной вселенной. Первая горячая новость. В Кирове ожидается жара, да и вообще классная погода. На пляж завозят новые шезлонги. Я в этот Киров хочу. Горячие видео. Мастер-холодильщик из Кирова станцевал красивый медленный танец со здоровым бурсуком. Красивые девушки-пешеходы начали чаще прогуливаться по тротуарам в Неглиже. В Киров вновь стекаются тысячи туристов. Еще одна новость. Полицейский переоделся в подростка, переводил бабушек через дорогу и желал всем прохожим хорошего дня. Еще одно известие из параллельной вселенной. Родители ушли из дома, чтобы дать своим детям-студентам спокойно затусить. Ну и наконец, Кировская родина потерпела четыре поражения подряд. Стоп. А, нет, все правильно. Тут все стабильно и в параллельной вселенной. Благодаря школьной программе мы знаем, что Чернышевского в жизни волновал всего один вопрос. Что делать? Примерно то же самое задают жители улицы Чернышевского. Оксана Стяжкина, подробнее. Это улица Чернышевского. Вы только посмотрите, какие здесь высокие и красивые дома. Правда, рядом с этими красивыми домами почему-то совсем некрасивая дорога. Как дорожка? Очень хорошая. Каждый день здесь ездим. Уже скоро выкидывать можно будет подвеску с этой тачкой. Дорожка? Ни о чем вообще. Ни о чем рассказывать. Это плохая очень дорога. И сколько вот вы уже мучаетесь с такой дорогой? Десять, наверное. Ее разбили, она более-менее ничего была еще. Совсем разбили такие тележи. Тяжеловесные машины ходят. Как долго стройка началась этих домов? Копали, подводили подводку, канализацию. Дома некуда, не тянет старая. Но закопали, так оставили все. Вот она. Вот выезжаешь и обязательно или помнешь что-нибудь. В общем, дорога безобразная. Приезжал сюда Менькин, смотрел и говорил, я как такой безобразной улицы еще не видел. Прошло больше месяца, ничего не делают. Вот там сыплют в ямы щебень, его хватает на несколько дней. И снова такая же дорога. Зимой здесь аварии каждый день, потому что дорога плохая. Машины едут, их друг на друга сносит. Дом хороший, все везде новостройки, а дорога, ее даже дорогой-то называют трудное направление. Как сделать так, чтобы она была такая же красивая, как и дома, которые здесь стоят? Просто пригнать технику и отремонтировать. Вот и весь вопрос, естественно. Налоги мы также перечисляем, тоже свои деньги. И поэтому, я думаю, мы вправе требовать, чтобы у нас на дороге было нормальное покрытие. Мы вместе с автолюбителями, которым приходится ездить по улице Чернышевского, очень надеемся, что эта дорога как можно скорее станет красивой. Оксана Стяжкина специально для программы «Вятка Тодей». Нивелируем предыдущий сюжет капелькой добра, потому что в эфире появляется рубрика «Пристроим вместе», где вы можете душой отдыхать, глядя на прекрасного четвероногого друга. Сегодня мы ищем новую семью для этого прелестного пса по кличке Томас. Ему около пяти месяцев. Пес очень активный, веселый, дружелюбен к другим животным и людям, подойдет в семью с детьми, станет надежным другом. Он очень добрый, очень красивый, ушастый, любимчик публики, конечно. Как все малыши, он резвый, здоровый, любит бегать, прыгать, но достаточно умный, все понимает, слушается, аппетит хороший. В общем, замечательная золотая собака. Если вы хотите стать любящим хозяином для Томаса, звоните по номеру, указанному в нижней части экрана. Номер телефона 8 953 139 20 33. Передохнули, самое время рассказывать страшные истории. И страшную историю, специальные рубрики страшных историй, подготовила для вас Оксана Стяшкина. Страшная, страшная история. На одной страшной, страшной улице был ужасный, преужасный тротуар. А на этом тротуаре были опасные, преопасные штыри. Не пугают ли вас вот эти штыри? Да, пугают. В темное время, особенно суток, можно ведь это и упасть, и что угодно, и ногу сломать, и руку. А сейчас ногу можно проткнуть. Насквозь? Подошва, да, подошва вся тоненькая. Запнуться и носом об асфальт. Давно ли вы обходите стороной? Давно. Давно. Как давно? Лет 15-17. То есть, 15 лет эти штыри пугают всех прохожих? Да, да. Обходят вот так вот. Вот по тропке ходят там. Если смотреть на то, что эти штыри располагаются ровно по кругу, возможно, это проделки НЛО. Замешаны ли здесь темные силы? Конечно, только темные силы, больше тут никто ничего не замешан. Кому это выгодно? Так выгодно только небесным силам. Почему НЛО такое вытворяют у нас здесь? Дело в том, что у нас безвластие было, но сейчас пришел мужик такой, его избрали, так сейчас все будет хорошо. Он у нас в Кирове главный борец с НЛО? Да, 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 он самый надежный человек. Помните, что гуляя по этим опасным, приопасным тротуарам, нужно держаться подальше от этих штырей. Иначе беды, скорее всего, не миновать. Страшная, страшная история. Ну а закончим программой мы астрологическим прогнозом, чтобы вы знали, что приготовили звезды и кировчане на эту неделю для вас. Что ждет на этой неделе Овнов? Успех и мороз. И мороз ждет Овнов. Потому что они в России живут. Да. И отопление дали не всем. Что ожидает Тельцов в учебе на этой неделе? Студентиков. Наверное, хорошая сдача долгов, как у меня. Поедят, наконец-то, студенты на этой неделе? Конечно. Нет. Вряд ли. Нет? Степенье только сегодня вышло, сегодня и кончится. Что ждет в любви Тельцов? Чувствуйте свое сердце. И тогда в любви все будет? Все будет, ништяк. Что ожидает близнецов в любви? В любви, на этот мороз, я думаю, что больше на следующей неделе. Если это близнец мужчина, сколько девушек будет на этой неделе у него? Не меньше десяти точно. Что ожидает раков на этой неделе? Рак? Болезнь? Нет, это знак зодиака. Деньги много. Это у раков много денег? Да. Они терпят мороз, поэтому они будут работать много, будут получать деньги много, наверное. У меня друг рак. Выходите из дома, выходите из дома, занимайтесь делами. Нефиг дома сидеть. Раки, Серег, я тебе приду, привет. Рыбы мудрые. И на этой неделе их мудрость принесет им? Плодородие. И? Плодородие просто принесет. То есть на этой неделе львы будут? Будут сильные. Ага. Не то, что на прошлой? Не то, что на позапрошлой. Будут ли у дев на этой неделе проблемы с законом? Да? Безусловно. То есть если девы видят на этой неделе полицию, лучше куда-нибудь отстраниться, спрятаться в кусты. Что ожидает дев на работе? Перемену в лучшую сторону. А для этого где вам нужно подойти к начальнику? Да, и на ушко. Типа я хочу прибавки. Весы? Берите, короче, все в кулаки свои. Весы. Они вообще могут. Скорпионы. О, скорпионы. Тетель. Там они, скорпионы, такие постоянно. Ух. А будет ли здоровье у стрельцов? Здоровое будет, да. Много здоровья? Вот так. Вот столько, да? Да. Ну хватит им. Я стрелец. Вот стрельцов я хочу, чтобы ожидало, чтобы все было как гладко, как по-пупоньке, жилопоньке. Как еще раз? Как по-пупоньке, жилопоньке. Водолеи девушки на этой неделе? Найдет их половину, наверное. Найдет свою половинку? Свою половинку, да. Козероги. Это батя у меня. Что ждет батю на этой неделе? Я думаю, он поднимет, поднимет вообще нормальная бабла. Козероги. Ну деньги получают много, я думаю, что у них деньги будет много. А они деньги эти заработают или украдут? Не, не зарабатывают, они и так, и так, да. Не брямят. Если у вас есть знакомый козерог, будьте осторожны. И на сегодня это все, что мы для вас приготовили. Если у вас есть интересные новости, присылайте их в нашу редакцию, в нашу электронную почту, вятка.тудэй, собакамейл.ру, номер телефона 54-18-19. В студии же был Роман Корнеев, и это была Вятка Тудэй, как новости, только очень быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова